овен первые дни нового года вас будет волновать самое важное ваше отношение с близкими и ваше положение в обществе поэтому новогодними каникулами грамотнее всего будет воспользоваться и чтобы вдоволь на обниматься с теми кого вы мало видите если много работаете и чтобы определиться с тем в каком направлении вам бы хотелось развиваться в течение ближайших двух-трех лет планеты почему-то указывают на то что поддержка вашего сексуального партнера каким-то образом будет поддерживать вас вашем профессиональном развитии становления может быть это связано просто с тем что удовлетворенному человеку многое в принципе дается легче в том числе и работа в районе двадцатых чисел вам нужно будет отключить тоннельное видение и начать активнее осматриваться по сторонам чтобы вы смогли обнаружить и сторонников и потенциальные препятствия и информацию которая вам понадобится и другие ресурсы которыми в будущем вы сможете воспользоваться тельцы напоминаю 2018 году вам будет вести в отношениях если ваша судьба это преподаватель автор ученый иностранец или путешественник то встретить его или развить ваши с ним отношения вы сможете уже в январе то есть скоро или прямо сейчас но отношения это не только романтика и страсти поэтому в принципе вы можете приобрести и какого-нибудь нового друга или подругу главное чтобы вы чувствовали что в вашем взаимодействии есть много энергии и хорошего напряжения важный для вас день это 17 января когда вы сможете поставить перед собой задачи по развитию на ближайший год речь при этом идет не столько о профессиональном развитии сколько о расширении кругозора повышение вашего культурного уровня образования или о том чтобы посмотреть мир а в конце месяца вам придется все таки серьезно вложиться в работу и для того чтобы наверстать упущенные за каникулы и для того чтобы заработать на будущее приключение близнецы благодаря меркурию планете которая отвечает за вас солнечной системе и его ретроградной фазе которая уже закончилась можно по этому поводу не переживать вы были вынуждены заниматься налаживанием отношений и попытками понять друг друга с самого ноября по большому счету именно этим вам придется заняться в январе просто немножечко в другом ключе в принципе это не такая уж и плохая новость ведь если в ваших отношениях слишком долго не происходит никаких важных дискуссий судьбоносных обсуждений вы грустнете и теряете тонус тому же договоренности которым вам удастся прийти в январе продержится достаточно долго поэтому вам стоит не жалеть сейчас ни сил ни красноречий а помимо этой эпопеи с важными для вас людьми попробуйте обратить внимание еще на две вещи в самом начале месяца вам лучше будет постараться поменять что-то в своем режиме и распорядки дня или избавиться от чего-то что мешает вашей продуктивности или хорошему самочувствию а в конце месяца здорово было бы отвлечься на что-то что не имеет к вашей повседневной жизни вообще никакого отношения раки начало месяца может быть горячим для вас во первых 2 января происходит полнолуние вашем знаке это сделает вас более заметными как для окружающих так и для вас самих вслед за этим активизируются сразу же два сектора вашего гороскопа это сектор романтики удовольствия и сектор парных отношений и партнерств получается что первая половина января это идеальное время для начала и развития отношений или для того чтобы вернуть романтику все отношения которые вам дороги но успели немножечко поскучнеть события могут развиваться стремительно и уже двадцатым числом вы можете перейти на волнующий немножко даже страшный уровень близости хотя есть и другой способ интерпретировать те же самые аспекты вы можете начать творческий проект надежным но требовательным партнером и кстати если вас волнует материальное положение то с ним все должно более-менее проясниться к самому концу месяца львы в этом году очень важным будет то насколько хорошо вы чувствуете себя дома или когда остаетесь наедине с собой как раз в январе вас может накрыть острым желанием что-то поменять в своей базе и позаботиться о ней или избавить свой дом от чего-то что вам мешает смотрите на это с точки зрения повседневной жизни что дома или в семье помогает вам чувствовать себя хорошо или хорошо выполнять свои обязанности каждый день а что наоборот вам мешает когда вы разберетесь с рутиной а сделать это лучше будет двадцатым числом января ваша жизнь станет проще и веселее у вас появятся силы на творчество романтику и развлечения окружающие опять будут готовы видеть вас чрезвычайно привлекательную интересную и харизматичную личность девы на январских каникулах лучше всего вам было бы почувствовать себя ребенком отказаться от скучного взрослого времяпрепровождения и общаться только с теми с кем вам приятно придумывать что-то вместе попадать приключения играть и смеяться или же вам нужны те с кем вы сможете спорить и разговаривать на темы на которые очень сложно разговаривать спокойно в любом случае общение с людьми должно будоражить и вдохновлять вас все это может привести к тому что к середине месяца у вас появятся новые достаточно серьезные планы по творческому саморазвитию или идеи для бизнеса в идеале вам было бы начать что-то что вас очень-очень вдохновляет и при этом что-то трудоемкое в конце месяца вас все-таки отвлекут скучные дела и поэтому начать заниматься тем что вас воодушевляет лучше всего будет до середины двадцатых чисел весы первые дни месяца вас будет волновать что думают о вас окружающие и не напрасно хорошая репутация пока еще никому не навредила кроме того денежные потоки в вашей жизни будут вести себя достаточно оживленно и это будет значит что в январе вы будете либо очень активно зарабатывать либо не менее активно тратить если вдруг вы не знаете на что потратить новогоднюю премию вкладывайтесь в дом ближайшие пару лет любые вложения в вашу базу а это семья домашний очаг отношения с родителями это хорошая перспективная и надежная инвестиция как раз к 17 января вы сможете понять что в этой сфере жизни вы бы хотели изменить к лучшему не бойтесь если эта задача сначала покажется вам сложно выполнить в принципе она и должна быть сложной зато потом у вас будет хороший повод гордиться собой скорпионы январе наконец-то наступает ваш звездный час самых первых дней нового года вам будет помогать и юпитер который будет пытаться вдохновить вас и раздуть ваши амбиции и марс планета активности которая даст вам силы и волю к победе поэтому даже не думайте валяться все новогодние каникулы на диване перед телевизором вам нужно мечтать действует совершать поступки и давать окружающим понять что вы хотите заниматься чем-то интересным и новым если вы будете это делать то за новогодние каникулы или в течение двух-трех дней после них вы получите необходимые вам подсказки с которыми вам будет легко использовать новолуние 17 января чтобы сформулировать план на ближайший год и немедленно приступить к его реализации 26 января марс планета активности переходит ваш сектор заработков ресурсов и собственности скорее всего в этот момент вы поймете на что вам очень хочется заработать обычно когда знаешь на что зарабатывать найти дополнительные источники дохода гораздо проще стрельцы подумайте можете ли вы с чем-то проститься или от чего-то избавиться январь хороший месяц чтобы понять на что в вашей жизни у вас не хватает больше ни времени ни сил ни терпения проститься можно будет также с какими-то старыми обедами или наоборот мешающими вам привязанностями сразу же вслед за этим вам нужно будет очень-очень хорошо подумать о своих финансовых возможностях конце ноября начале декабря вы могли тормозить по каким-то своим внутренним причинам но сейчас внутренне вы как раз можете быть готовыми к развитию но оказывается что на него еще нужно заработать 17 января день новолуния в вашем секторе финансов заработков и собственности и это как раз и есть хороший день чтобы поставить перед собой финансовые задачи на следующий год а также подумать о том чего в этой области вам бы хотелось добиться 2020 все это может немножечко огорчить вас но ваше настроение обещает исправиться в двадцатых числах когда вы станете активнее подвижнее и разговорчивее козероги помимо вашего собственного дня рождения главным днем января для вас окажется 17 число это день новолуния в вашем знаке день когда вам хорошо будет поставить перед собой задачи на ближайший год эти задачи должны быть вам симпатичны но они не должны быть простыми и легко выполнимыми 2018 году вам будет очень очень полезно хорошо постараться помочь вам определиться с хорошенькой привлекательной в то же время достойной вашего потенциала целью вам помогут активные деятельные люди поэтому первую половину января если это возможно постарайтесь посвятить общению с людьми у которых столько энергии что от них можно заряжать телефоны они помогут вам направить и свою энергию в правильное русло но несмотря на этот мощный январский импульс следующие два месяца будут немножечко более скучными поэтому на них лучше всего запланировать что-то не слишком активное чтобы вы смогли отдохнуть перед апрельским рывком водолеи пока слишком много планет находится в козероге как первой половине января вы можете чувствовать себя немножечко странно спать больше обычного иногда чувствуют себя опустошенными или же вас могут увлекать духовные идеи практики типа йоги медитации или молитвы некоторые же водолеи могут сейчас вовсю трудиться над каким-то профессиональным проектом результаты которого публика увидит еще не скоро если это ваш случай то постарайтесь сохранить интригу подольше хотя бы до апреля-мая 2018 года в двадцатых числах к вам начнут возвращаться всякие замечательные вещи типа общительности присутствие духа очарование и желание как можно чаще бывать в хорошей компании рыбы предыдущие два-три года могли быть тяжеловатыми для вас вы должны были заниматься созданием и укреплением собственной репутации большинстве случаев речь идет о профессиональной репутации поэтому скорее всего вы просто очень много работали теперь когда вам удалось чего-то добиться имеет смысл остановиться и посмотреть по сторонам лучше всего будет заниматься сейчас образованием налаживание международных контактов продвижением себя и своих идей и общением с теми людьми которые с одной стороны разделяют ваши цели и ценности а с другой стороны сами успели уже чего-то добиться лучше всего будет постараться вобрать в себя как можно больше нового до 20 чисел чтобы конец января вы смогли посвятить спокойной переработки добытого